Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бизнес. Финансы, которые у нас выражают, они могут состояться в зависимости от того, будем ли мы поддерживать ДНР или не будем. Есть настрой Запада, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы задушить Россию. Мы сегодня поддерживаем многие регионы Российской Федерации, в том числе и нашу Кировскую область. Я думаю, что затраты на поддержку этих регионов потребуют больших финансовых ресурсов, чтобы наши государства и граждане почувствуют какое-то ущемление с точки зрения экономического обеспечения жизни. Тем временем богаче и счастливее кировчане жить не станут. Это точка зрения депутата УЗС Дмитрия Русских. По его мнению, экономика страны столкнется с дополнительной нагрузкой из-за международной политики. Мы берем с вами похожие территории по Российской Федерации по бюджету. Это примерно 60-70 миллиардов каждая. Плюс пенсионный фонд. В течение 8 лет мы примерно потратили около 3 миллиона рублей на эти территории. Вернее всего, что сейчас будет второй этап вход этих республик в состав Российской Федерации. Это уже совершенно другие деньги. Это восстановление той экономики, которая есть, производство и все прочее. Это будет очень большая нагрузка на бюджет Российской Федерации, в том числе и на нас с вами. Будем сталкиваться с очередными пакетами санкций. Мы сегодня видим, что курс доллара 181. Все скажется на экспорте, то, что мы сегодня закупаем. Я думаю, что богаче и счастливее мы жить не будем. Не будем. Отдельные страны уже объявляют новые санкции. Великобритания в отношении пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов. Их активы в Британии заморожены, а въезд в страну запретили. Программа «Эхономика». Далее информация от наших партнеров. Современный мир стал очень ярким. Покупатель в нем капризным. Он не купит вещи, которые не видит, и не зайдет в магазин, где темно и душно. Можно потратить огромное количество сил на изучение мерчендайзинга, вложить товар по всем канонам, но не добиться нужного результата. Потому что, как говорят специалисты, половина успеха. Здесь это правильный свет. Есть множество примеров, когда, сделав только один шаг, поменяв освещение в торговой точке, предприниматели увеличивали продажи на 30 и более процентов. При этом экономия на свете приводила к обратному эффекту. Учитывать важно все. Не только подсветку витрин, освещенность товара, но и подобранную цветовую температуру, зонирование, равномерность засветки. Важно понимать, на какой высоте стоит размещать светильники и под каким углом. Все это создает комфортную атмосферу в магазине. Ощущая ее, покупатель решает остаться там и сделать покупку. При этом, как каждому покупателю нужен индивидуальный подход, так и каждому товару нужен свой свет. Разобраться во всех особенностях правильного освещения, избежать распространенных ошибок и сделать товар привлекательнее кировским предпринимателям помогут в магазине световые решения. Он находится на Маклина 36, телефон 705-520. Ну и о курсах валют на сегодня. Доллар стоит в 80 рублей 42 копейки, евро 90 рублей 88 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова